Музыка Открепительное удостоверение выдается избирателю с 25 мая до 18.00 9 июня. Открепительное удостоверение не выдается, если избиратель хочет проголосовать на одном населенном пункте. В случае, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья не могут прибыть для голосования, на избирательный участок, то их письменной просьбе пишут заявление, которое можно написать до 12 часов 9 июня. Избирательная комиссия в составе двух человек выезжает на дом, берет с собой переносную урну, при желании с ней могут выехать наблюдатели и, приехав домой, данный избиратель может проголосовать. Если он сам не может заполнить избирательный бюллетень, то ему оказывают помощь. помощник, который рядом находится. Во многих случаях это социальные работники, которые ухаживают за престарелыми людьми. Они помогают, чтобы заполнить этот бюллетень. Изготовление указанных агитационных материалов должно оплачивать из средств избирательного фонда кандидата. У каждого кандидата имеется свой фонд. Есть фонд, который каждому кандидату из государства выплачивается, и свой избирательный фонд. Только из этих фондов можно оплачивать агитационные материалы. Да, согласно конституционному закону, предвыборная агитация – это деятельность, имеющая целью победить избирателя, проголосовать за того или иного кандидата. Любые восхваления, благодарности этого кандидата являются агитацией. В случае, если вы не имеете возможность самостоятельно заполнить бюллетень, то вы вправе воспользоваться человеком, которому вы доверяете, и фамилия которого после голосования будет записана в список избирателя рядом с вашей фамилией. Но этим лицом не может быть члены избирательной комиссии, члены местных исполнительниц госгорода, журналисты, наблюдатели и доверенные лица. 20 мая Акимы соответствующих территорий по акту передали списки избирателей участковым избирательным комиссиям. На сегодняшний день общее количество по Североказахстанской области составляет 402 506 избирателей. На сегодняшний день избиратели могут зайти на сайт Акимата области, и на сайте могут проверить, есть ли он в списке избирателей. То есть там вводит свой ИИН и проверяет. Если есть, то соответственно фамилия выйдет и он увидит свою фамилию. Еще дополнительно с 25 числа каждый избиратель может прийти на избирательный участок по удостоверению, найти себя в списках избирателей. Если он есть, значит он будет в списке избирателей. Если нет, тогда ему необходимо предоставить удостоверение личности и справку о месте регистрации. Если это будет соответствовать, то его внесут в списки избирателей. Все границы избирательной участки после дня объявления выборов на 10-й день, то есть это у нас в этом году 18-19 мая, были опубликованы в средствах массовой информации в областных и районных печатях, где каждый мог узнать свой избирательный участок по месту своей прописки. Вот списки сейчас получили, дополнительно будут члены избирательной комиссии оповещать население по дню выборов, когда выборы. У нас есть баннеры развешанные, информационные на билбордах, во всех областном центре, в районных центрах висят информационные баннеры. Везде могут узнать в газетах, в СМИ, что 9 июня будут проводиться выборы, неочередные выборы президента Республики Казахстан. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ